Продолжаем выпуск. Новые благоустроенные дворы, современные детские спортивные площадки, строительство социальных объектов и газификация. О том, как в населенных пунктах сельских районов нашей области реализуют федеральные проекты, расскажет Андрей Баев. Это свая первого за всю историю прославленной Колывани спортивного комплекса. В поселке никогда не было не только крытых спортивных площадок, но и уличного стадиона. Теперь многофункциональный центр должны сдать уже в следующем году. Проект начали реализовывать в рамках партийной программы «Единой России. Детский спорт». Сегодня Колыванский спортивный комплекс – это уже часть национального проекта. Похожая ситуация и по благоустройству. Партийные программы, которые сегодня переросли в федеральные проекты, помогают преобразовать десятки дворов и общественных пространств. Это была одна грунтовая дорога. Сегодня вы видите, что сегодня играют дети. Стоимость проекта более 4 миллионов. Практически 31 августа мы заканчиваем этот проект. Здесь не только детская площадка, которую, кстати, еще дооборудуют. Озеленение, асфальтирование. У каждого подъезда установили лавочки и урны. А вот эта комфортная среда – это так здорово. Сейчас вот люди у нас в основном живут пенсионеры. В нашем доме, например, практически все пенсионеры. Как удобно. Дорожки вышли, босичком, считай, в туфельках. И прошлись. И вот рядом магазин, никаких проблем. Вода была, заливала нас. А сейчас сделали стоки, они вот, они бегут. И прямо туда, в тот котлован. Замечательно просто. Работает и один из самых успешных законов, принятых в нашем региональном заксобрании. Депутатские наказы, на исполнение которых закладывают средства в областной бюджет, эффективно улучшают жизнь на селе. Долгожданная газификация, благоустройство, водоотведения. Благодаря наказам депутатов мы получили денежные средства, сделали линию электропередач, поставили первые в Машково светодиодные фонари. То есть улица заиграла именно в ночное время там ярким светом. На этой улице находится детская площадка. Поставили лавочки, сделана дорожка. Люди идут, отдыхают и безопасно. Место притяжения получается, да? Да. Очень важно, говорят в законодательном собрании области, что все федеральные проекты и областные программы будут обязательно продолжены. А невыполненные депутатские наказы никуда не исчезнут и перейдут на новый созыв. Во многих местах мы не мечтали, что будет так. Мы не понимали, насколько будет красиво, насколько будет озеленение, насколько будет чистый и хороший новый асфальт. Конечно, нам нужно это сберечь на долгие-долгие годы. И мы надеемся, все надеются, что вот такие дворы станут во многих местах. Во многих местах наших и районных центров, и сел. Практически все объекты благоустройства должны закончить до наступления зимы. Андрей Баев, Андрей Руднев, Новость ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова